Всем привет! Привет! Вы на канале SkyTrump и наше сегодняшнее видео про Иорданию. Есть мнение, что Иордания – это страна всего лишь двух достопримечательностей. Это, конечно, чудо света Петра и пустыня Вадирам. Но мы вам сегодня докажем, что это не так. Кстати, фильмы про пустыню Вадирам и чудо света Петра уже давным-давно лежат на нашем канале. Кто еще не видел, пожалуйста, переходите по вот этим всем ссылочкам и смотрите. Также на нашем канале можно найти полнометражную серию про город-курорт Акаба, который расположен на границе Саудовской Аравии, Израиля и Иордании. Там замечательный снорклинг, классный пляжный отдых. И про все это, про это мы уже рассказали, тоже смотрите, если кто еще не смотрел. А в сегодняшнем фильме мы будем объезжать достопримечательности под Джордан Пасс. Джордан Пасс – это такая уникальная штучка, которую придумали в Иордании. Это так называемый абонемент на все достопримечательности страны. Многие путешественники думают, брать или не брать. Кто-то покупает, кто-то не покупает. Мы решили, что купим и не пожалели об этом. Разделавшись с осмотром Петра, мы отправились к замку Шобок, тем более, что до него было всего лишь 35 километров автостопа. Замок расположен на горе. Его основал первый король Иерусалимского королевства в далеком 1115 году. Со временем менялись правители Шобока и его внешний вид. В настоящее время на территории замка ведутся реставрационные работы. Большая часть исторических руин заключена в строительные леса. Новые и древние слои довольно сильно отличаются друг от друга, но реставраторы явно стараются. Несмотря на все это, было интересно побродить по периметру замка и насладиться панорамой окрестных холмов, открывающейся со стен Шобока. Добрались до замка Шобок. Но автостоп, конечно, испортился после Саудии, и поэтому 30 километров ехали, наверное, целых 2 часа. Какие-то деньгопросы сплошные. Сам замок. Место просто красивейшее. Но, увы, это опять какой-то новострой. А руин-то, как таковых, и не осталось. Они все развалились. Слушайте, прикол в том, что достопримечательности, которые обозначены в Джордан-Пассе, на самом деле это можно делить смело на то. Потому что очень часто какая-то историческая достопримечательность, место раскопок соседствует с музеем. И эти два объекта в Джордан-Пассе обозначены как разные. Но по факту это одна и та же локация, туда нужно просто приехать. А еще во всех достопримечательностях Джордан-Пассе существует такая классная штука, как визиторс-центр. Там выдают брошюрки, можно отдохнуть, посидеть, сходить в туалет, помыть ручки. И мы начали даже немножечко злоупотреблять гостеприимством в визиторс-центрах. Но об этом чуть позже. Смотрите. Все-таки удалось найти человека, который проверяет Джордан-Пассе. Он спрятался, потому что на улице холодно, в своей кибитке. Но я заглянул, и он говорит, «Do you have Jordan-Пасс?» Конечно же, мы имеем его. И, ребята, конечно, смотрите, какая стена на нас смотрит. Место для посещения достойное, но платить никому не надо. А следующее у нас Мертвое море. И там есть самое нижайшее место на планете Земля. И вы его увидите. А в Иордании сейчас весна, и везде цветут плодовые деревья. Классно? Очень красиво. И несмотря, что у нас не было зимы, весну наблюдать очень приятно. Слушайте, это удивительно, но в какую бы страну мы ни приехали, стоит чуть только выйти за пределы больших городов, мы сразу же встречаем на трассах погонщиков кос или овец. Чабаны нас иногда подкармливают. Иногда мы подкармливаем чабанов. Нам нравится наблюдать за тем, как человек гонит стадо. Какие звуки он при этом издает. Как ему помогают собаки. Это всегда очень слаженно и даже красиво. Довольно много километров мы проехали супружеской парой из Иордании, которая очень тепло приняла наше путешествие и даже немного отклоняясь от маршрута, подвезла нас к смотровой площадке на заповедник Дана. Посещение заповедника, увы, не включено в Джордан Пасс, поэтому нам пришлось его просто проехать. Иорданцы знают толк в назначении цен на свои достопримечательности. А вот горный перевал перед началом спуска к впадине Мертвого моря мы пропускать не стали. В крошечной густонаселенной Иордании не так-то просто найти кусочек природы под палатку. И это была одна из самых красивых наших ночевок в этой стране. Вы думаете, он сидит сейчас в Аладаке? Нет. Иордания. А на заднем плане, знаете что? Вот это голубое такое, знаете что это? И это Мертвое море. Мы сейчас находимся в самом низком месте на планете Земля. Минус 300 сколько-то метров над уровнем моря. У нас здесь Мертвое море. А это музей самого низкого места на Земле. Нижний Бывай. Вот эти набутианцы, которые построили Петру, они мумифицировали тела. Непонятно все или только самые главные. И вот это тело мумифицировало человека, который умерл во 2-3 веке до нашей эры. Ребят, но Джордан Пасса по-прежнему не проверяют. Так что можете ходить без них. Друзья, а этот цветок жизни уже в музее самого низкого места на Земле, что в Иордании. Вот так внутри бедуинских домиков. Вот почему-то здесь такой музейный экспонат. Блэк Стройк. Самое интересное в музее – это само здание музея. Оно красивее. Я чувствую запах моря, Я вижу простую глаз, Я как никогда спокойен, Мне некуда больше бежать. Меня отрубает ветер, Ласкают солнце ручи, Пока я не знаю, что где-то, Я сплю и я вижу свои. Вот мы и приехали на Мертвое, Самое Примертвое море. Это такой опасный водоем, Бульки в нем нельзя опускать, Брызги тоже в глаза попадать нельзя, И не утонешь. Курорты Мертвого моря. Бесплатно. Кошмар. Вот это солище. Вот это солище, ребята. Ну, это, конечно, не баскунчак, Но рыбы здесь не выживет. Представляете, Люба нашла пещерочку с горячей водой, И теперь там купается. Но опасается, что придут люди. На побережье Мертвого моря Со стороны Иордании еще остались кусочки суши, Не забаррикадированные отелями и спа-центрами. Можно просто приехать, Даже поставить палатку и отдыхать. Никто вам слова не скажет. К сожалению, мы путешествовали по Иордании в марте, Погода еще была довольно прохладная, Поэтому нас сильно спасали природные ванночки С термальной теплой водой на берегу моря. Но все равно, Лечебной грязью мы с ног до головы намазались, И сверхсолеными водами моря насладились. Вот у нас мы подобрались ближе к Мертвому морю, Сегодня закат такой. Тут у нас костер горит. Немножко мусора, Но все равно это не кундуки. И Мертвое море плещется. Народа не очень много. Холодновастенько сейчас. Представляете, Нас завели дороги и поиски в этой жизни Вместо крещения Иисуса. И вот теперь мы здесь, Сейчас вместе с экскурсией пойдем, Потому что без экскурсии нельзя. И стоит удовольствие Без Джордан Пасса 12. Мы же за 8 жидей взяли. Короче, ситуация такая. Мы сейчас находимся на границе Израиля и Иордании. Граница проходит по реке Иордан. Это милитарная территория. И одному гулять по достопримечательности нельзя. Только в составе организованного тура. Поэтому сейчас ждем, Когда заберутся люди, И пойдем гулять. А нас не предупреждали, Что нельзя гулять без гида. Подстава. Очередная Иорданская подстава. Собирается народ на экскурсию. Мы вот тут вот в накопителе. Называется Визиторс Центр. Фоточки всякие, информация. Если вы помните, У нас еще был такой президент Медведев. Он тоже был здесь. То есть любой уважающий русский президент Должен посетить это место. Посадочка в автобус. Сейчас поедем. Мы так даже не ожидали, Что опять на экскурсию попадаем. Не знаю, дадут ли покупаться, Как мы это обычно делаем. Пошел в церковную лавку. Вдруг что-нибудь ему перепадет. Сейчас я вам скажу, что почем. Вот эта хрень стоит 7 долларов 700 рублей. О, вот эта очень дорогая штучка. Стоит 1400. Рюмка стоит 500 рублей. Рюмка 500 рублей, На которой написано Петра. Ты представляешь, они безбожники. Вот. Телефон даже не хочет фокусироваться На все эти цены. Друзья вообще обнаружили. Представляете, это церковный магазин. Продают карты. Игральные. Да, на них Петра. Появилась свобода минуточка Рассказать, как мне Иордания. Иордания мне? Никак. Ну, страна красивая, Но иорданцы, конечно, Это какой-то кошмар. Это так много отнимает сил, Нервов и времени. Они все такие жулики и мошенники. И всем от лохматых детей До хорошо себя чувствующих отельеров Тужно от меня один динар. А лучше больше динар. Это какой-то просто кошмар. Конечно, нельзя всех под одну гребенку. Есть и хорошие люди. Но, однако, большинство... Их очень мало. И автостоп так сильно испортился По сравнению с Аравийским полуостровом. Все хотят денег, не везут, Проезжают мимо. Короче, Иордания хорошо, Иорданцы плохо. Ну, вот это то самое место, Где крестили Христа. Друзья, Река Иордан. Видите флаг? Это уже Израиль. Всего несколько метров нас отделяет. Представляете, А здесь мы спускаемся к реке Иордан И видим посетителей Со стороны Израиля, Которые тоже посещают место крещения. Гид сказал, Что израильская страна коммерческая. Река Иордан. И ни с той, ни с другой страны Никто не купается. Непонятно почему. Река Иордан. Ребят, на посещение этого места, Которое называется Место крещения Иисуса, Конечно, произвело Неизгладимое впечатление. И прямо сейчас мы находимся Под воздействием. Это просто кошмар. Гид, конечно, кафир. И он ничего про это не говорит. И никому не говорит, Что можно купаться. Мы сами все узнали. Нам сказали, Нужно просто купить робу, Что мы сделали. И по очереди В этой робе искупались. А оказалось-то, Что это место силы. Короче, слов нет, Благодать И очень хорошо. И это теперь становится Достопримечательность номер один В Иордании. Если ехать в Иорданию, То только для того, Чтобы посетить это место И совершить омовение В реке Иордан Мы сейчас вместе Под названием Пела Пела Иорданская Вместе-вместе Потому что есть еще Пела Македонская, Где родился Александр Македонский. А потом македонцы Приехали сюда, Завоевали все И назвали это место Тоже пела. И что здесь самое интересное, Как мы поняли Из всех этих брошюр И информационных счетов, Что когда ученые Стали копать Македонскую пелу, Они нашли гораздо больше. Представляете, Здесь нашли поселение, Которым пять тысяч лет. Столько тысяч лет, Сколько было От ледникового периода. Всякие там останки, Камушки, черепички, Бронзовые предметы Труда и быта. В общем, Такое здесь Культовое место. Люди здесь жили Испокон веков Уже много тысяч лет. Слушайте, А еще вчера Драматически поменялась Погода и местность С пустынной На зеленую Травянистую холмистую С кучей воды. Источников воды. Здесь такие всякие растения От ромашек До неизвестных. Эвкалипты растут. Помидоры. Куча тепличек У местных людей. Смотрите, Какая здесь Странная крапивушка. Жжется. И у нее Такие фруктики. Крапива с фруктами. Остатки Византийской церкви Шестого века Нашей эры. Слушайте, Ну, а, наверное, Были какие-то Способы Изготовления Этих колонн. Хотя, видно, Что они отремонтированы. И, видишь, Попадали, А их прилепили. Так стоит Наша палатка Сегодня Достопримечательность Называется Пэла Туризм Полиция Палатка Здесь Viewpoint Вот здесь Дождь Наверху И На Западе Израиль Следующий Местяк, В который Мы приехали Со своими Джордан-пассами Называется Умкайс К главным Достопримечательностям Умкайса Относятся Древние улицы С колоннадами Руины Двух амфитеатров Разваленные Византийской церкви Шестого века Подземный Мавзолей И Акведук Построенный В 130 году Нашей эры Вход в Акведук И Мавзолей Осуществляется За отдельную плату Поэтому их Мы не посмотрели А вот все остальные Богатства Умкайса Включая Археологический музей Мы неторопливо Обошли Вдоль и поперек А теперь Открываем Люба Помогай Я снимаю Не сломай Пожалуйста Такая развлекуха В музее Ну представьте Мы первый раз Такое видим Чтобы из целого Камня была Высечена дверь Сучил Неизбываемое Удовольствие Причем Вот этот гид Который здесь сидит Он сам говорит Попробуй Нелегкое Это дело Такие двери Открывать Во времена Греко-римской империи Это место было известно Как город Гадара Первые исторические данные О Гадаре Появляются После смерти Александра Македонского 323 год до нашей эры Но поселение На ее месте Конечно же Существовало И ранее А это Иорданские Красные Маки Ай да красота Несмотря на все Препятствия Деньгопросов Нам Кейс Нравится Умкейс Приезжайте сюда Это находится Прямо на границ Сирии Израиля И Ордана Ну смотрите Вот они Эти знаменитые Голландские высоты Которые в 67 году Взял себе Израиль И отдавать Вообще не собирается И никто Не признал Эту землю Израильской Но все равно Они ее контролируют Такие вот дела Ребята Смотрите Как мы сегодня Спали На небольшой Маленькой вершиночке Рядом с городом Джараш Или Джираш Здесь хвойные деревья Красные Маки Цветут А ночью Случился дождик Но не очень сильный Мы намокли Но Ничего ценного Не пострадало И здесь Очень красиво Свежий воздух Сейчас температура Около 12 градусов И это страна Иордания А где-то уж кони Проносятся к яру Ну что загрустили Мой юный корнет А мы приехали Сейчас Называется место Джараш Был жуткий дождь С утра А сейчас вроде Небольшое прояснение И народ Выполз На осмотр Руин Мы тоже возьмем Руинчики И поедем в столицу Ребят Но мы вообще Как не специалисты По Римской И Византийской империи Заметили одну Важную Закономерность В этих империях Очень любили Строить с колоннами Колонны Этих руинчиках Просто завались Амфитеатры Вот очень красивая Картинка Показывающая Наглядную Деградацию Современного Общества Потребления Смотрите Как красиво И величественно Жили древние римляне И как Ужасно Убого И примитивно Светятся Современные Арабы В городе Джараш Достопримечательности Греко-римского Города Джараш Так многочисленны И разнообразны Что город Часто называют Помпеями Востока В отличном состоянии До сегодняшних дней Дошли храмы На вершинах Его холмов Мощеные улицы С колоннадами Просторные скверы И площади Бани Фонтаны Амфитеатры Ипподром Ипподром И городские стены А это Ипподром Ух азартные же Они были Ребята В туристических Брошюрах Про это место Часто пишут Что за пределами Италии Нет более крупного И лучше сохранившегося Пространства Архитектуры Римской империи Чем Джераш Представляете Ребята Мы приехали Сегодня в Аман Это столица Иордании И здесь поливает Такой дождиной Вообще нехилой Температура Где-то градусов 10 наверное А мы в сандаликах И это очень холодно Слава богу У нас есть пуховички Вот И нас подвезла Очень добрая женщина Сирийка Практически До нашей локации Но до отеля Все равно Еще 3 километра Пешком Сейчас будем Это дело Преодолевать Это наша скромная Когнатка В Амане За 12 Джиди Туалет В коридоре А из окна Вот этого Огромного Стеклянного окна Видна фотография Принца Иорданского Такой вот здесь Пропаганда А вот цены На бензин В столице Иордании Вообще Не дешевые Получается Что стоит Полтора доллара 95 Бензин Даже больше И где-то Доллар Дизель А еще Опять с нами Произошло Какое-то Вообще Чудесное Событие Мы сначала Оставили В машине Которая Нас Везла В Аман Сумочку С нашими Принадлежностями Для еды Ножиками И так далее И представляете Этот водитель Это была Женщина Очень добрая Которая Нашла Нас в инстаграме Написала Ваша сумочка У меня И мы сейчас Идем ее забирать Какие-то чудесные Что скажешь Нравится тебе Уличное искусство Да Мне все нравится Весь мир Люблю Уже Второй раз Люди Которые нас Подвозят Возвращают Нам вещи И вот Нам передали Нашу сумочку В которой Находятся Ложки Вилки Тарелки Ножики А так же Наушники Вот такие Но все равно Мелочь Возвращают Приятно Конечно Спасибо Большое Аман Аман Это город Расположенный На сотне холмов И здесь Очень много Лестницы Лестницы Вверх Лестницы Вниз Так набирается За одну лестницу Высота Приблизительно В 50-60 метров А вот Мандарины В центре Города Поспели Очень оранжевые Очень богатый Урожай И это Самый-самый Центр Аммана Конечно В этом Нет ничего Особенного Но очень Странно Видеть Церковь Среди Мусульманского Государства А вот За углом И мечеть Визитная Карточка Города Глубая мечеть Почти Как в Афганистане Столица Иордании Удивила нас Своей будничной Безликостью После Маската Дохи Моама Ирияда Других арабских Столиц Которые мы Посетили За последние Два месяца Оман Выглядел Бедно И бледно Конечно же В Омане Тоже есть Руины Амфитеатр И музей Включенные В Джордан В Джордан Пасс Которые Мы не могли Пройти Мимо При этом Для нас Не подготовленных К поглощению Большого количества Исторической информации В Омане Руины Уже стали Перемешиваться В голове Со всем тем Что мы увидели За последнюю неделю Поэтому мы Даже перестали Изучать Информационные Щиты Расположенные Рядом С каждым Объектом И просто Наслаждались Хорошей погодой И панорамными Видами Ну вот Пишут Что эта достопримечательность Включена В Джордан Пасс Тут короче В Орданском Археологическом Музее Есть такие Экспонаты Которые Типа Шесть с половиной Тысяч лет До нашей эры А это Представляете Кусок Пещеры Обмазанный Известником Которому Двенадцать Тысяч лет Все Что нужно знать Об этом экспонате Двенадцать Тысяч лет Сейчас в исламском мире Идет священный месяц Рамадан И мы Чтобы не дразнить Бедных Несчастных Пастящихся Пьем воду Украдкой Пока никто не видит Такая вода Ребята Сладкая Вы не поверите Ничего не надо Так водиться Попить Посмотрите Какая красивая Граффити Здесь Основной фрукт В Иордании Это помидоры Они повсюду Продают ящиками На килограммы Даже никто Не разменивается Смотрите Какой интересный Дорожный знак Который в Иордании Обозначает Начало населенного пункта Покинув столицу Мы доехали Автостопом До города Мадаба Посещение которого Позволило нам Вычеркнуть Одним махом Мадаба Это город-мозаик Большая часть Сохранившихся мозаик Расположена на полу Византийских церквей И датируется Шестым-седьмым веками Нашей эры Не удержались И заехали в центр Мозаичные Древние культуры И здесь Находится Даже Институт Мозаичного искусства И реставрации Но это понятно Что маленький оленечек Копытные зайцы И этого зверя Не идентифицировали Скажите Кто это такой Церковь апостолов Вы знаете Чем она знаменита Здесь Самая большая Мозаика В Ардане И наконец Добрались До Руин Умарасас Они Очень Очень Недооцененные На самом деле Самая большая Территория Мозаики Находится Здесь В Умарасас Все В Умарасас Но самое главное В Умарасасе Зеленая природа И пока еще Разрешает Ставить палатку Сегодня Начнем Здесь Ум-Эр-Расас Это археологический Комплекс Содержащий Руины Римской Византийской И ранней Мусульманских Цивилизаций Внесен В список Всемирного Наследия ЮНЕСКО В 2004 Году Большая часть Комплекса До сих пор Не раскопана Многие Раскопанные Объекты Находились Под слоем песка Превышающим 3 метра Прекрасно Сохранившийся Мозаичный пол Церкви Святого Стефана Представляющий С собой Целое полотно Видов Городской жизни Того времени Является Крупнейшей Мозаикой На территории Иордании Ребят Ну вот такой Лайфхак Вещь в принципе Очевидная Когда объезжаешь Достопримечательности Под Джордан Пасс У всех достопримечательностей Есть Визитор с центра И мы стали Проситься Ночевать В этих Визитор с центром Туалет Открыт Охранники Спрашивают Что нам нужно Если нам холодно Можно спать В каком-то помещении Но мы говорим Что в палатке Окей Так что Сегодня мы здесь И здесь так уютно Уф На этом Заканчивается наш фильм До недостопримечательности В Иордании Нас не хватило На дальнейший осмотр Оставшихся руин Кто хочет Пожалуйста Езжайте Смотрите Ставьте лайки Колокольчики Кто еще не подписан Пишите пожалуйста Комментарии Это очень важно Для нашего канала И мы скоро Увидимся Пока-пока